Рисуем елочки. Следите за ритмом, когда будете рисовать елки, чтобы они не были на одной такой вот линии, не выстраивались по росту. То есть можно, например, вот эту вот елочку поднять выше, а эти опустить, чтобы у нас был вот такой ритм. Мы их будем рисовать по сухому и у нас с тоном елочек не должно возникнуть проблем, потому что уже будем по сухому рисовать и, как я уже говорила, по сухому гораздо проще сделать темный тон. Но некоторые елочки мы будем делать все-таки более прозрачными, чтобы показать дальний план. Некоторые будут более темные, чтобы создать общий объем картины. Некоторые светлые, некоторые темные. Буду говорить еще в уроке, тоже обращаю и сейчас ваше внимание на то, как рисуется елочка. Верхние, по крайней мере, вот эти елочки, веточки смотрят вверх, а постепенно они становятся крупнее, утяжеляются и опускаются. Так, вот здесь затемняем, показывая крышу. Там тоже все должно быть темно. Много белого не оставляем, чтобы не было излишней дробности. Стволы везде просматриваются у деревьев. Ну и тут по краям. Так, более обобщенно. Достаточно темно. Мы с вами сделаем так. Здесь у нас будет тень от елок. Итак, друзья, приступаем к карандашному рисунку. Намечаю ствол елки, чтобы он не заваливался, как вот у меня сейчас произошло. А все остальное уже потом кисточка нам поможет. Следом елочки, они выстрелились в такой ряд. Я сделаю немножко эту елку пониже, чтобы ритм был не вот такой, а вот так немножко шел. То есть не по росту. Не хочу, чтобы елочки у нас по росту росли. Самая высокая будет здесь. Так, ну и все. Примерно наметили. Верхняя часть подсохла. Это значит, что пришло время приступать к елкам. Приготовлю сразу пару кистей. Китайские, каллиграфические. Какую-нибудь такую. Синтетическую. И начну. Давайте с этой елочки начнем. Приготовим соль. Соль. Чистой водой. Еще раз. Я тут уже сделала. Да, вот эти вот желтые. Но придется мне повторить. Так, возьму тряпочку. Желтый. Так, накидаю вокруг, не касаясь белой маски. Все. И теперь китайской каллиграфической я начинаю рисовать елки. Все теми же цветами. Ультрамарин. Возьму бородовый. Он потемней. И изумрудный. Ультрамарин. Бордовый. Изумрудный. Каплю золотистого. Чтобы чуть-чуть пригасить. Неестественный. Такой ненатуральный. Оттенок. Убираю слишки воды. Потому что нам нужен кончик без густой краски. Чтобы. Тоненько прорисовать. Так, нарисую ствол не до конца. Немножко. И от ствола уже буду. Обратите внимание, верхние веточки, они как бы идут наверх. С середины они начинают выпрямляться, видимо, под тяжестью. Ствол. Ствол прорисую. Книзу они вообще спадают. Как бы вниз. Не как бы, а вниз. Такие лапы. Книзу побольше красного. Добавляю бордового. Рисую быстро. Мой лист внутри еще влажный. Сухой он только с лица. Эта часть верхняя, она у меня сухая. Соль. Сразу посыпаем. Она будет раздвигать пигмент. И как будто у нас получится снежок. Мальчик. Продолжение следует... Подразмою водичкой. Здесь стыковка очень контрастная. Полупрозрачную елочку вижу где-то здесь. Нарисуем ее где-то там. Ничего страшного, в другом месте переместим. Разной по плотности, по тону елки будет нам создавать объемную работу. Она не будет плоской. Переходим к следующим елкам. Работаем по такому же принципу. Продолжение следует... 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 не забываем ствол погуще покрасней к низу солим где-то затемняю тоже создаю объем елочкам они не были плоские где-то более темные так вижу там один рисун таки более прозрачные что-нибудь разный потом я вот на фторе ференс они сейчас практически одинаково вот эта группа по тону но мы сделаем иначе подходим к этим огонька сначала их нарисую так вот хочу подкорректировать отжатой кисточкой если надо смягчить где-то границы например водичкой потом желтым смягчая много края сверху если они жесткие местами получились побольше водички добавлю вокруг на случай если зеленая синий зеленая краска у нас затечет чтобы не очень сильно она затекала какие хочется но чтобы у нас просто было здесь запасом этой желтой краски все переходим к правым елочкам тот же принцип но может быть немножко по цвету их можно сделать более зелеными как бы все те же цвета пусть будет чуть больше зеленого изумрудного то есть если есть очень важно можно начать с верхушки потому что тоже елочки эти дальние тоже дорисуем не люблю жесткие линии поэтому где-то я смягчаю одно наезжает на другое особенно углы не люблю жесткие углы подсорим так пошли сверху потому что здесь влажно очень у меня по крайней мере как у вас не знаю сейчас елка будет практически без просветов более плотный я ее нарисую сверху просвета оставляем а к низу уже более густая она становится без просветов но мы добавим соль какая густая аж зашла на эти наши на мои другие елочки подсорим верхушечку и быстро закрываем низ пойдем из и берем больше бордовы смягчают этот желтый цвет золотистого можно добавить края верни так сильно затекло можно желтый изюмрудный бордовый эту елочку я еще сделаю темную остальные уже можно по тону более светлыми сделать бумага подсыхает это значит что соль надо добавлять быстрее на сухой лист надо раньше соль сыпать чем если лист влажный лист зашушал это значит что он у меня высох все те же цвета безусловно желтый они тоже больше воды краю там далеки елочки еще более прозрачные так-то добавлю сиены натуральный можно такая там травка сухая ну можно еще подсыпать сорт где-то на эти елочки и будем смотреть как она у нас работает чтобы придать объем я синтетической кистью сделаю небольшие такие темные более густые мазочки теми же цветами просто гуще как крем такая консистенция где-то ствол можно показать очень влажно не получается сделать таких мазочков смотрю там где более матовая поверхность там можно мне еще нигде нельзя везде влажно слишком и расплывается от эти много очень белых точек я хочу убрать лишний чуть попозже я это сделаю потому что вот я наношу мазок а он растворяется в воде и никакого эффекта от него нет расползается там еще рано как только поверхность начнет становиться матовой чуть-чуть только матовить тогда я уже несколько мазочков таких по сырому еще мягких добавлю а